Впервые о ВИЧ и Спиде заговорили в 81-м году, а уже через два года начали отмечать Всемирный день памяти жертв Спида. Залом обхоза сегодня был поло, но школьники пришли на ток-шоу без особого желания. Многие взрослые дети до сих пор уверены, что эта беда их никогда не коснется. Да это обязательно тут выбора не было вообще. Надо сюда всем классом потащить. Так бы сейчас сидел на речке у Костровича. Я вообще сюда когда шел, думаю, здесь кинем, там, знаешь, будет реклама такая. Покупайте презервативы студенческие, что-нибудь такое. Презервативы не продавались. За унывных лекций Артем Макаров не услышал. Организаторы интерактивного ток-шоу подготовили для школьников целую программу. Ведущий Алексей Тревогин старался удержать внимание подростков и в то же время донести до них полезную информацию. Например, о том, что ВИЧ передается половым путем через кровь и от матери к ребенку. В какой стране обнаружен ВИЧ? В Зимбабве? Нет. Где? В США, конечно. Это уже второе ток-шоу. Проба пера состоялась в прошлом году. Организатор акции Череповецкий центр по профилактике и борьбе со СПИДом. По словам специалистов, первый горожанин заразился еще в 1996 году. Тогда по всей стране больных ВИЧ были единицы. Теперь их число выросло. И только вчера в Череповце о страшном диагнозе узнали 8 человек. Заболевают люди активные, не обязательно это бомжи, алкоголики, наркоманы. Нет, обычные люди заражаются сексуальным путем. Даже некоторые имеют не по одному высшему образованию. Это случайные сексуальные связи. Число больных ВИЧ и СПИД уже перевалило за тысячу. За минувшие годы 163 череповчанина скончались от страшной инфекции. Цифры заставляют задуматься. И даже Артему Макарову уже не так весело. А для молодежи, которая на так-шоу не была, жизнь идет своим чередом. Что-то о СПИДе слышали, но как от него защититься, точно не знают. СПИД – это самая опасная болезнь, что лучше предохраняться. А от чего предохраняться? Как вообще СПИД передается? Путем. А еще? Ну, есть такая версия, что СПИД передается через поцелуй, через слюну. Через как? Поцелуй и все такое. Но это неправда. Точно? Точно. Заложив в школьников хотя бы минимальное знание о ВИЧ и СПИДе, вот основная цель организаторов ток-шоу. ВИЧ становится болезнью молодых. И уже в следующем учебном году юным череповчанам учиться придется с первыми ВИЧ-инфицированными первоклассниками.